Девушки отдыхают Да, в писании сказано, что никому неизвестно Когда это случится Да, готовиться надо Да, готовиться у нас всегда В момент рождения А как только, я не знаю Вообще-то разговор о чести, совести и так далее Безусловно, о духовной сфере О духовной сфере вы речь ведете Да, о духовной сфере, вспомнил слова Молодец Дивный день, с завтрашнего дня Денечек начнет увеличиваться, пускай на секунды И так далее, но уже здорово Собственно говоря, в этом морозное утро Откровенно запахло весной И это здорово, поэтому всем хорошего дня И радости, у нас тема достаточно интересная Мы сегодня говорим С Валерием Николаевичем Турулой Это депутат законодательного собрания Мы сегодня говорим О холдинге «Все для вас» То есть, я понимаю Что для обывателя, какая тема скучная Нет, мы сегодня говорим о многом Мы сегодня говорим О нашей с вами выгоде Как раз о обывателе и как ему лучше жить Да, мы сегодня говорим о том Куда пойти Поесть Почем В общем, где какая рыба И почем Повкусней Покачественней И подешевле И за нормальные цены И за нормальные деньги И самое главное Как делается Как разрешается ситуация Когда гибнущий местный производитель Начинает Ну, если неоткровенно тонуть То хотя бы вставать на ноги Я уже не говорю о каких-то серьезных обогащениях И когда местные маленькие магазинчики Тоже им дают возможность Встать на ноги Расправить плечи Заработать И поставлять хороший, качественный местный товар Я подчеркну На своем рынке И вот этот вот холдинг Все для нас Президентом Руководителем, который является Валерий Николаевич Турул Вот мы, собственно говоря, сегодня об этом говорим Потому что без Валерия Николаевича Мы бы не разобрались То есть для меня Очень много сегодня откровений Я думаю Думаю, рассуждаю И получаю ответы И так мы с вами говорили Да, телефоны Номера телефонов Наш опрос, да 708-502 Очень ждем вас звонить Были звонки Здорово Общаемся Давайте в том же духе продолжать 708-502 Да, звонят кировчане Которые говорят о своих проблемах При покупке продуктов При покупке еды И звонят люди, которые Бизнесмены, которые занимаются этим Да, владеют этими магазинами И говорят о трудностях О том, что сети завезли генномодифицированные Плохого качества Но недорогой товар То, что гниет на второй день То, что гниет на второй Буквально в первые же часы Номер для смс 8909-720-101-0 И еще раз напоминаем про наш опрос Наш сайт Ахакирова.ру И наша группа ВКонтакте Именно там можете опрос этот найти Где вы чаще всего приобретаете продукты Четыре варианта ответа В небольшом магазине у дома В сетевых магазинах Третий вариант на рынке Или четвертый в гипермаркетах Ну что ж Мы ждем ваших звонков У вас есть уникальная возможность И пообщаться с нами И соответственно задать непосредственно вопрос Валерию Николаевичу Турула Потому что знает он в этой области очень много И я думаю, что ответы будут удовлетворительны У вас удовлетворят Валерий Николаевич, вот мы уходили Очень интересный момент Перерыв И я вам задавал вопрос Вы помните? Ну я бы попросил повторить Чтобы слушать или услышать Мы обо многом успели просто В перерыве поговорить И как-то уже сбились Да, там речь шла о ценообразовании И каким образом, в общем-то Мы должны довести продукцию Местных товаропроизводителей Ну хотя бы на уровне с сетевыми магазинами Потому что по логике вещей мы говорили о том Что ну никак мы не сможем с ними побеждать Их ценовой порядок Потому что малые торговые точки Сориентированы на местных товаропроизводителей По маленечку и завозят Да, по маленечку завозят А затраты на завозку Естественно увеличивается стоимость завозки Больше чем у магнита На единицу привезенной продукции Вы сказали о том, что логистика Не будет стоить ничего Да Логистика, логистика, да Для нас, для холдинга Она как раз не будет ничего стоить Когда-то надо было все с этим заняться А что вот это вот Холдинг все для вас В том числе и вот эта логистика Вот этот просчет Вот кажется все очень просто Да, ой, мы там посчитали все А ведь это очень сложная схема Да Это очень-очень сложная схема Это высшая математика Я больше того скажу Что я на сегодняшний день Вел подбор человека Который бы мог исполнять Эти функции И организовывать все И мне показалось Что я сегодня уже принял решение В понедельник этот человек подойдет С которым я сегодня беседовал А имя можете уже озвучить? Да Сергей Акимов Я сегодня с ним беседовал Молодой парень Бывший офицер Но работал уже в бизнесе Поэтому в данном отношении Я рассчитываю на то Что он в понедельник подойдет И это будет свидетельство о том Что он согласен На организацию этой работы У нас есть звонок Давайте послушаем радиослушатели Алло Алло Добрый день Как вас зовут? Зовут меня Нина Петровна Звоню по поводу Где можно в Кирове отовариться? Где вы отовариваетесь? А? Где вы отовариваетесь? Да Так Магазин Торговый центр метро Где не глядя Можно брать продукты Зная что качество хорошее И сроки годности соблюдаются Вот это очень хорошо Потому что мы сегодня И где соблюдаются Помимо этого Извините Санитарные нормы Мы сегодня очень много ругаем сети И я увы не сказала Хотя должна была сказать Про то что есть Да Крупные гипермаркеты Где очень хорошая выкладка И качество товара Правильно Спасибо что позвонили Значит отовариваюсь Я раз в месяц Дочка меня возит У меня к сожалению Директор мне не дала Вот эту Там не каждый еще может попасть Да-да-да Там карточка Карточка Комменная Дальше Можно в просторах отовариться Но там нужно смотреть Сроки годности Обязательно Особенно охлажденной продукции Рыбу нужно Вот я покупаю только в пингвине Там более свежая рыба Все Или вот в метро Все Ясно В таких магазинах Просто покупаешь Хлеб, молоко И вот иногда сахар, соль кончается Все В других магазинах Нельзя покупать ничего Потому что там все нарушается Начиная Заходя Санитарные нормы Ну в смысле Вот уборка Дальше Где хранятся Во всех магазинах Вот эти вот Все на свете Там магниты Вы знаете Я заглядывала в подсобку Это что-то Нельзя Как вы так умудрились? Кто вас туда пустил? При желании А продукты выгружают Вы там не видели? Вы знаете Нужно их всех закрывать по очереди Или штрафовать большими штрафами Потом расстреливать еще Потому что нельзя Это все-таки продукты питания И детские продукты Молочные продукты Скоропортящиеся Мясные Они не должны на грязном полу стоять Конечно не должны Спасибо вам большое Мы уважили мнение нашего радиослушателя Который выступил Я думал будет реклама Одного какого-то магазина Нет Мы по всем прошлись Это хорошо Выступил Вот у наших гостей Выступила в защиту гипермании Валерий Николаевич Здесь есть рациональное зерно Есть Я тогда скажу свою мысль И все же продолжу Идея которую мы с вами обсуждаем Она в общем-то заточена На местных товаропроизводителей Мы можем покупать И из Лондона Привозить дешевую продукцию И она будет качественной И так далее И тому подобное Но при этом вопрос возникает Собственной безопасности И в конечном счете Своих производителей Это глупо Наверное Глупо покупать чужое Когда мы можем Мы должны производить свое И кушать Вы знаете Я не считаю Что очень глупо Пойти в магазин И купить что-нибудь из Лондона Хотя бы для того Чтобы попробовать Я не говорю о скоропортящихся товарах Типа творога Мне кажется Это несколько другая ниша Все же, Лена Это другая ниша Нет Я не говорю о том Что давайте мы все Сейчас в магазинах Сделаем замещение На товары из Лондона Из Китая И так далее Нет Всего должно быть пропорционально И в Венеру И следовательно Вопрос-то в общем-то Какой Вот если бы в том же Я в метро тоже По пути еду в сад Я заезжаю туда И покупаю продукты Я каждый выходной Езжу в сад Неважно какой день Там Вот в морозы Я все равно туда езжу Независимо от времени года Независимо от времени года Я все равно езжу туда В виде прогулки Дорожки чищу Хотя там никто не ходит Ну нравится мне Для ворон Да Да если хотите Для ворон Но в данном отношении Что меня волнует В том же метро А где моя продукция Да есть там продукция И Абсолюта Есть КМКшная продукция Но это не факт Что Оно Меня устраивает Потому что Я С удовольствием покупаю Безоновское Я с удовольствием покупаю Скажем Заречья И так далее Вы сейчас перечисляете Те предприятия Которые уже вошли Ваш холдинг Конечно Понятно Ну что ж Давайте мы послушаем Еще один звонок Алло Здравствуйте Добрый день Добрый день Как вас зовут Я производитель продукции Как вас зовут Производитель продукции Простите Вы готовы ли Вот эту организацию Заменить Как раз Облпотребсоюз То есть заключать Какие-то договора С производителями В том числе С частниками Значит Вас звать как Николай Николай Не только готова А в стратегии У нас это предполагается Это приветствуется Приветствуется Да И выстраивается Соответствующая Технологическая цепочка По проходимости Будут определены Точки Где можно Эту продукцию Реализовывать Поэтому это Как раз Является Фишкой Нашей стратегии Для того Чтобы любой Производитель Местный Имел возможность Реализовать Свою продукцию А мы так понимаем Что Николаю Нужна Видимо В этом вопросе Помощь Да Мы правильно Поняли Обязательным условием Тогда является Осознанное На основе Желания Подача заявления О вступлении В холдинг Для того Чтобы мы Определили Правила игры Минуточку Давайте мы договоримся Николаем Николай Николай спросил Где найти Значит вам Мы сейчас С вами попрощаемся И вы снова Позвоните По тому же номеру К нашему редактору И вам редактор Скажет контакты Валерия Николаевича Валерия Николаевич Вам спасибо большое Валерия Николаевич Да До свидания То есть в холдинг Просто так не войти Просто так не выйти То есть это Это не бегом Ни наскоком Ни это самое То есть нужно чего Обязательно написать заявление Вот это вот заявление Оно проявляет инициативу Которая говорит о том Что мы договариваемся О партнерской деятельности Я в их бизнес Мешиваться не собираюсь Но мы берем на себя На друг друга Соответствующее обязательство Работать по партнерской схеме модели Когда Скажем Продавец Не покупает у тебя товар Продавец от тебя Получает по заявке Товар Реализует И деньги потом только идут После реализации Таким образом Мы прорабатываем модель Обязательной реализации продукции А следовательно Идет отсрочка платежа То есть здесь взаимно идет Ну Выгода Оборотные средства Продавцу не нужны Идет просто реализация Понятно Поняли да И скорость оборота Резко увеличивается У нас появляются возможности И Учесть дополнительные интересы Развития Предпринимателя Производителя продукции И самого торговца Потому что появляется Уже дальше Совершенно другая прибыль Валерий Николаевич Секундочку Я понимаю Что эта тема Не вами разработана Не вами придумана Нет Она отрабатывается здесь Но это какая-то Достаточно известная схема Или она новая Нет Схема Она давно То есть это я к чему Велосипеда вы не изобретали Я к чему А вдруг эта схема К малому Я сейчас доложу Нет Вот о чем я имела Значит Что имела ввиду То есть если это новое внедрение Какая-то новая совершенно инновация Не опробированная ранее То она может благополучно рухнуть Да Вот Мы сейчас вопрос задаем К тому Что мы Имеем гарантию Что она выстрелит То есть сработает У нас есть еще один звонок Алло Здравствуйте Добрый день Алло Вы на связи Как вас зовут Меня зовут Лидия Ивановна Я в прямом эфире выхода Да Абсолютно верно Вот у меня такой вопрос Сейчас идет обсуждение О том Чтобы мы покупали Кировские продукты Что там Производители Скоро не будут нам производить Я доехала До авиатского молока И хотела взять там Думаю Свежее масло Молоко И когда я посмотрела На уровень цен У меня глаза полезли на потолок У нас открылся Под фестиваль Так смешно Глаза там Это же масло Это же молоко На одной пачке масла До 4 рублей разница А на пачке молока Вот сейчас Это же молоко Кировское 2,7 Продается 24,60 А допустим В этом же Вятском молоку Оно гораздо дороже На 4 рубля Почему мы Мы еще за дорогу Туда заплатим И поэтому Обидно Обидно Мы бы поддерживали Но уровень цен Не позволяет нам там брать А вот в магнитах Я не беру там Ну конечно фрукты А вот кировские товары Вот молоко там и прочее Да кстати Действительно Сетям Вот такому ритейлу Ведь ему Смотрите У него уменьшение стоимости За счет этого Он может уменьшить И стоимость Кировских товаров Вот в чем взято Особенно пенсионерам Ну это быть Вот понимаете Мы это понимаем Всю политику Но Все таки Нас заставляет Считать деньги Вот Вы Отметили Как раз Ту идею Которую мы Вкладываем В построение Нашего холдинга Где вот эти Вот все накрутки Они должны быть Ликвидированы Если вы предыдущие Мои фразы Слышали Я об этом сказал Что Товар не покупается А передается Следовательно Процесс купли-продажи Между продавцом И оптовиком Мелкорозницей Отсутствует Процесс купли-продажи Идет Товарный продукт По товарно-транспортным Накладным А дальше Он реализуется Уже на конечном этапе То есть Нет промежуточных звеньев А следовательно Каждый свой интерес Не учитывает Наша задача Все что произведено Местным товаропродзаменом Должно найти потребителя И отсюда появляется Коридор цен По которому мы можем Регулировать Доступность Обеспечивать К этому товару Вот в частности Вас Вы поняли Да А сегодня Мы бы с удовольствием Это делали Но нас заставляет Жизнь брать дешевле Правильно Это же кировские Продукты Тот же хлеб Мы об этом Как раз и ведем речь Иначе Малые партии Я вынужден гнать Транспорт Черт знает куда Поняли Да Мы решаем эту проблему Я вам сразу говорю Мы ее пытаемся решить Правительство Про это Подумало Все равно Они обладают Правительству По барабану Извините за выражение Оно Не обязано Вмешиваться В этот вопрос Это мы с вами Будем Капитализм Нет Правительство Конечно беспокоит То что Человека Очень волнует Разница в 4 рубля За пакет молока Но с другой стороны Рычаги Правительства Правительство Добилось Одного Что Как бы Заходом сети И наши Вынуждены были Цены уронить Вот Ну Влияние на ценовую политику Вот Я неделю назад Встречался с губернатором По этому вопросу Радиослушателям скажу Что позиция губернатора Резко изменилась По отношению К несанкционарной торговле С учетом того Что одобрена Одобрена позиция Создания холдинга И мы получили Соответствующее письмо И нам обещают И поддержку Вплоть до того Что и финансовую Но нам этого не надо Нам главное Чтобы не мешали В этом отношении Так вот Губернатор Поставил задачу Чтобы на основе Цен холдинга В общем-то Делали точку отчета В ценообразовании На товары первой необходимости Мы об этом договорились Что мы будем давать Соответствующую статистику Товары первой необходимости Хлеб, молоко Мясо, продукции И так далее Те, которые на сегодняшний день Товары широкого потребления Следовательно Он увидел Рациональность этой модели И вот, Лена Вы говорили о том Каковы гарантии Что эта модель будет работать В том-то и дело Первый момент Мы оговорили Что это должно На основе желания быть Силой мы не сделаем Это вот как там Потребка операция Периодически делать Нет, это не будет А самое главное Что мы за основу Взяли модель Финансово-промышленных групп Которые формировались В 92-м, там В 95-м году Был соответствующий закон И вот эти механизмы Были отработаны Когда вот эти Несколько семей Обладели вот этим всем Там механизм этот Был заложен Давайте с нашей слушательницей Попрощаемся Лидия Ивановна Спасибо вам большое Спасибо вам большое Да, мы вас А вы на связи Да, просто неприятный Гул такой стоит Спасибо, до свидания Спасибо большое За вопрос Я хотел еще задать вопрос А как с точки зрения Производителей Смогут ли они Вступать в ваш холдинг Безусловно смогут И что это Какого уровня Могут быть Эти производители А я еще добавлю А вы не захлебнетесь Количеством желающих Вот в данном отношении Ведь это тоже должен быть баланс Вот я вспомнила Какой я вам вопрос задавал А вы не рискуете скатиться К плановому производству Которому мы шли По дороге в коммунизм Вот о чем был мой разговор Смотрите Любой бизнес Он жестко плановый Потому что он определяет Себе экономическую модель Которая работает И в соответствии с этим Он планирует Финансовые потоки И товарные потоки Любой бизнес Поэтому бесплановости В подходе Бизнеса Невозможно Он так и называется Бизнес-план Если уж на то пошло И мы рассматриваем Вот это объединение Как общий бизнес Объединенный И главным Планирующим элементом Будет потребитель Нет Ну тогда получается Смотрите Вы четко должны Ограничить количество Людей Входящих в ваш холдинг Именно продавцов Я вам скажу так Нет Я проблем не вижу в этом На сегодняшний день Существует группа товаров И они продаются Эти группы товаров И хотим мы того или нет Люди их все равно покупают Вопрос теперь А позиционирование Вот этой модели доступности Шаговой доступности Когда попутно человек Минимизирует Альтернативную стоимость То есть свои затраты А вот смотрите Я вот вы сказали И расширяет номенклатуру Ассортимент товаров Которые он может покупать Попутно В первом часе я сказала Самое главное Слово произнесенное Нашим радиослушателем Это альтернатива И он сказал Есть сети и все Но нет альтернативы То есть он имел ввиду Чего Как раз есть микрорайоны Где как раз нет Никаких вот этих Мелких стационарных объектов Там переделанных Переплощенных И он не является Сергей вот этот Который нам звонил Он тоже не является Потому что Пусть у него там 10 15 Даже 20 объектов Но он не сможет Противостоять Как вы сказали Системе капиталистического давления Он не сможет Крупному бизнесу Противостоять Следовательно Мы только объединившись И когда Володя там Немножко подшучил Утрировал А все же 20% То рынка тогда объединяется Если мы сохраним Вот эту сеть Которую на сегодняшний день Заявляем Это 20% рынка Стоп Это уже не малый бизнес Нет Я имела ввиду Совершенно другую Я имела ввиду Другую альтернативу Альтернатива Когда вот есть Действительно микрорайоны В городе Где нет ничего Никаких мелких Стационарных объектов То есть человек говорил Что вы вот В эти микрорайоны Не дошли Не зашли Проект освоения Участков Где нет Предприятий Входящих влах Где вы сможете Составить конкуренцию Отвечаете А мы не захлебнемся Не захлебнемся Не захлебнемся Почему-то глобус Создает сеть И не захлебывается Правильно Он правильным путем идет Все равно люди будут Потреблять продукцию И когда мы говорим О том В планах То у нас Если мы сейчас С 1 апреля Планируем установить Модель холдинга Производитель Продавец Потребитель То с 1 января 2014 года Мы уже планируем Расширение Этой модели Сельхозпроизводитель Производитель Пищевки Продавец Потребитель Сельхозпроизводитель То есть заказчиком Будет являться Не производитель Продуктов питания Не торговец А потребитель Который будет Заказ осуществлять Через нашу систему Сельхозпроизводитель Который завязан Будет на планирование Объемов производства Того что необходимо А это и овощи Это и мясо Это и молоко А те же самые Производители Которые к нам Вошли в холдинг Они в основном Работают на закупе У них собственных Свинарников нету Там говядину Они закупают Ну я имею ввиду Бизон Все таки я хочу услышать Ответ на свой вопрос Об альтернативном Приобретении продуктов Имея ввиду Некие стационарные объекты То есть из всего того Что я сейчас поняла То есть Открытие новых Каких-то Маленьких торговых Точек Это не задача Холдинга Но задача Ваших партнеров Продающих Товар Или это Ваша задача Наша задача Как раз наша задача Мы ее берем на себя И если вы Внимательно следили Как один из вариантов Развития И оказания помощи В реализации Товаров Местных Товаропроизводителей Была схема Создания Сети Нестационарных объектов То есть С одной стороны Ликвидировать С другой стороны Создать Именно это и предполагалось В тех регионах Где отсутствуют Торговые точки Создания Вот этих вот Объектов Следовательно Стратегически Мы претендуем На то И будем претендовать На получение От города Соответствующих схем На земельные Участки В этих районах Которые мы Сами за свой счет Размежуем Оформим Кадастрово Но с условием Что они передадут Эти участки Нам И не будут Подождите Мы в перерыве Обсуждали Достаточно Смешную Тему И вот Мы спорили С вами Ну было Смешно Достаточно Помните Снесение Киосков Разрушение Остановок И вы с вами Сказали Что сейчас Идут Вот эти Письма Где предлагается Руководитель Руководитель Допустим Гринхауса Вот сделай Вот эту Остановку Вот где Она раньше была Сделай ее За свой счет А мы будем Подъезжать Каждый автобус Будет подъезжать И говорить Остановка Имени Гринхауса Да 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 А можно Чуть еще Замысловать Парадоксальная штука Парадоксальная штука Вложил деньги В стройку Вложил все И еще потом Обслуживай Или мне Допустим Госпожа Овчинникова Сделайте Значит вот остановку И мы будем Подъезжать на автобусе Сейчас Ага Побежала Потому что Через год Это самое Что-то там Шли я под мантию Значит нашей городской администрации Они скажут Не 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 Это незаконно Это все И вообще Эта остановка не нравится Снесите ее Да 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 Я не пойду И я не пойду И я не пойду Вот Мы уже тем более Опыт имеем Да Сегодня посносили остановки И посмотрите Что творится На данный момент Это какой-то кошмар И предлагают построить А как я Как я построю Нет Я построю Ну понятно да Что про свое честолюбие И про остановку своего имени Это я шутила Да Но имея ввиду Всех остальных Хорошо Я построю Но вы настолько Ненадежные партнеры Что через сколько Через сколько месяцев Вы мне скажете Пошел вон Заберет в голову Нечто иное Да А как быть Вот допустим Я об этом как раз И начал говорить Что мы сейчас В судах Отрабатываем технологию Каким образом Все же нам дать гарантии Если мы пойдем В эти альтернативные Создавать сети Да Чтобы у нас были гарантии Определенные И мы придумали Сегодня уже Через судебные процессы Нам судьи начали Модулировать Прокуратура нам помогает В этом отношении И в общем то Уже увидели Механизм Каким образом Мы будем идти Вот я вам уже Начал говорить Хорошо Вы найдете этот механизм Вы его отработаете И когда можно будет Уже Совершенно конкретно Да Сделать так Чтобы я это получила И вот это вот Десять лет хотя бы Простояло Остановка имени Меня представляете Да Вот Я тогда вам обязательно Ну мы об этом расскажем Я тебе больше скажу Если ты будешь в холдинге То в данном отношении Тебя тронуть не смогут Потому что это уже Единая система Это 20% Прокуратка Если ты в холдинге Значит ты в танке Ну на этом мы сейчас Уйдем на перерыв Мы уходим на перерыв Спасибо Валерий Николаевич Мы уходим на перерыв Радостно С призывом Идите себе в холдинг Открывайте остановки Имени себя В холдинге вас не тронут Спасибо И до свидания Мы вернем через пару минут Несколько сообщений От рекламодателей Салон парикмахерского искусства И эстетики классика Поздравляет всех С наступающим Новым Годом И приглашает вас Окунуться в мир Сказочной красоты И праздничного шарма Классика Вкус воплощенный в стиле Ленина 79 Что ждут водители от зимы? Сюрпризов Но не подарков Кроме владельцев Форд Фокус Ведь при покупке До 31 декабря Вы получаете в подарок Подогрев передних сидений Обогрев лобового стекла И комплект зимних шин Для тех кто хочет большего Круглый год Официальный дилер Форд Феронордик авто 205-700 Форд Киров С начала ноября В городе Кирове Авиакомпания Акбарс Аэро Открывает перелеты Москва-Киров-Москва Стоимость полета От 3 325 рублей Билеты можно приобрести В кассах города И на сайте Акбарсаэро Дополнительная информация Фулл-ХД Всего за 3900 рублей Компания Ауми Телефон 64-65-84 Внимание! Варочная поверхность Куперцберг Из закаленного стекла С автоматическим Электроподжигом И газ-контролем Во всех магазинах Она одинаковая А вот цена на нее Разная Наша цена 12900 рублей Заказ43.ру Реально выгодно Реально удобно ОГРН 305-43-382-360-0047 ИП Дубровин ДА Программа предназначена Для аудитории От 16 лет Программа Дневной разворот Выходит при поддержке ОАО Страховая группа МСК Валерия Николаевича Турула отпустили Забыли еще Итоги опроса подвести Да, давайте Мы задавали Да, мы задавали вопрос Где вы чаще приобретаете Стоять продукты А. Небольшой магазин У дома Б. Сетевые магазины В. Рынок А. БВГ Д Д Гипермаркет Итак, результаты у нас Опроса следующие Е. Самый востребованный Ответ В сетевых магазинах Типа Магнит Пятерочка и Глобус 70% почти Проголосовавших Закупаются именно В этих магазинах На втором месте 20 с небольшим процентом Гипермаркеты Которые присутствуют В нашем городе И на третьем месте В небольшом магазине У дома Ну вы знаете Мне кажется Что именно Вот эти составляющие Говорят о количестве Денежек В твоем кошельке Потому что Ну вот То есть Посещая гипермаркет Нужно единовременно Владеть достаточно большой суммой Для того Чтобы затариться На месяц На полтора Ну к тому же Гипермаркеты Они расположены Еще на окраинах Туда нужно добраться Или допустим Не особенно на окраине Достаточно Ну тоже метра Вот Допустим Ну в гипермаркете Ты покупаешь на месяц Да Рыбу Мясо Курицу Вот Ну потом уже Докупаешь только молоко И хлеб Понятно что В других местах Подешевле Ну что ж Мы услышали Да Сетевые магазины Пользуются наибольшим спросом Вот И отрадно Что В эти сетевые магазины Ходят собственно говоря И местные сети Обижаться Грубо говоря Не на что Мы проводили Валерия Николаевича Сейчас мы переходим К другой теме Буквально у нас 5 минут 5-6 минут остается Да 5-6 минут остается И она Вот эта тема Она будоражит всех Мы говорим О приобретении Автомобиля Для главы города Toyota Land Cruiser 200 Это очень престижная модель Стоимостью 3 миллиона 300 тысяч рублей Вот в той комплектации Да Это машина Черный перламутр Это дизель Это очень удачно Очень престижная машина Мечта многих Богатых мужчин Но видимо Не до такой степени Богатых Вот И идет Такое Побоище Такая схватка идет Народ спрашивает И депутаты Избранники народа Задаются вопросом На какие шиши 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 Вот Да Это же Это Это отношение К нашему бюджету Шиши Вот Но однако В бюджете Видимо Что-то есть Я знаю Что Совсем недавно Собственно говоря Возможно Даже сегодня Задавался вопрос Да Адресовался вопрос Главе нашего города И главе думы Сегодня как раз заседание Городумы Да Депутаты Выясняли И у нас сейчас Давайте попробуем У нас есть пара-тройка минут А у нас уже на связи Да Екатерина Торловская Да Депутат Кировской городской думы Екатерина Есифовна Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Рада вас слышать Да Вот тот Жутко интересующий Многих вопрос Машина Господина Быкова Имеется ввиду Тойота Ландкрузер Сегодня задавался вопрос По-моему Ему Да Ему вопрос Сегодня В конце заседания Городской думы Задала Черезова Татьяна Ивановна По поводу Этой машины И он пояснил Что это Аутсортинг Ой Я прошу прощения Аутсортинг Когда Ну Берется просто машина И она используется Что она Не покупалась И что Расходы на ее содержание Там И обслуживание И так далее Они очень низкие Что-то около 34 тысяч Низкие Приличная зарплата Для нашего Екатерина Ивановна Подождите Давайте так История не закончилась Мы с Татьяной Ивановной Сегодня подали Письменный Запрос Главе города И Как раз По этому вопросу То есть мы Устный ответ Это одно А вот Письменно Мы попросили Нам полностью Объяснить У кого взята машина Сколько она будет стоить В месяц На какие деньги Она взята Только ли это деньги На содержание аппарата Городской дома И так далее То есть вот эти все Мы хотим получить ответ В письменном виде Вы знаете Екатерина Иосифовна Я вас сильно огорчу И свяжу это с тем Что вы не читали Сегодняшний выпуск Вятского наблюдателя Где я совершенно четко Где я совершенно четко На основании документов Той же городской администрации Разложила по полочкам Сколько стоит Содержание автомобиля 17 декабря Прошел конкурс На содержание Трех автомобилей Это Toyota Land Cruiser 200 На содержание? Обслуживание 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 Да, правильно Обслуживание В том числе и содержание Стоимость содержания Обслуживания Трех машин 3 миллиона 630 тысяч рублей В перечне Это есть заявка Она висит в интернете Совершенно четко прописано Toyota Land Cruiser 200 Закрепленная За городской администрацией Простите меня Какие аутсорсинги Какие аренды И так далее Почему машина Находящаяся В таком непонятном состоянии Является В документах Она фигурирует Как машина Принадлежащая Городской думе Это отрицать Уже бессмысленно Дальше идет Toyota Camry и Volga И если поделить Поровну Если поделить Поровну То каждая машина Выдергивает Из бюджета На себя 1 миллион 200 тысяч рублей Я не знаю Слышите ли вы меня Нет Лен Я думаю Что мы получим Когда письменный ответ Я думаю Что мы сможем Его вам Предоставить И опубликовать То есть Здесь проблемы Нет И Мы от этой темы Не отойдем То есть Мы специально Подали письменный запрос Потому что Устно можно Ну много сказать Да Когда вам обещают Ответить Или когда вам Должны ответить В сроке Подан сегодня То есть Сегодня на нем И принят сегодня Вот Официально Значит Ну я думаю Что мы будем Все время Как говорится Пытаться Нет Но есть же сроки Ответа 10 дней 2 недели До нового года Успеете Значит Мы будем Стараться Мы будем Надоедать Ясно Ну вы знаете Вот Мне известно Достаточно Большой долей Вероятности То есть Эти люди Вряд ли Меня обманывают Потому что Им незачем Это сделать Машина Была Приобретена В салоне Гусар Зарегистрирована На городскую Думу Никаких Арендных Документов То есть Якобы Машина Взята в аренду За 33 тысячи Рублей в месяц То есть Прибавляете Да То есть Обслуживание Порядка полтора миллиона На эту машину Больше Два миллиона в год Уйдет на обслуживание Этой машины О какой аренде Можно говорить Чужая машина Арендованная На два миллиона в год Мы за нее будем платить Очень потрясающая аренда Понятно Что Нет Всех это напрягает У нас когда была Комиссия по бюджету Вот Буквально только что Мы с Татьяной Ивановной Очень подробно пытались Главой Департамента финансов Разобраться на эту тему Но он абсолютно Открещивается От этого вопроса И говорит Что деньги Бюджета К этому Не заложены И не имеют Никакого отношения А доказательство Может представить Не подождите Как не заложены В бюджете Как не имеющие отношения Но извините Это известное седалище На этой машине Катается И простите Ну Оно есть И отрицать Это уже бессмысленно Ну знаете Даже взять в аренду В аутсорсинг Все что угодно Любая процедура Вас должны были спросить У вас должны были спросить Разрешение Спрашивали? Нет Нет Все точка Ответ получен Спасибо вам большое С нами была Екатерина Тарловская Мы говорили о том Депутаты городской думы Депутаты городской думы Сделали официальный запрос Главе города Владимиру Букову Откуда дровишки? Где взяли денежку? На приобретение машины Toyota Land Cruiser 200 Стоимостью 3,3 миллиона рублей На этой радостной ноте Мы завершаем А почему нельзя вот просто вот подойти И с глазу на глаз Откуда машина? Ответь на Скажи пожалуйста С глазу в глаз Запрос еще какой Потому что Все отрицают Вообще об этой машине Никто ничего не слышал Вообще говорят Померещилась Поэтому решили на бумаге Разобраться Ну что ж Мы заканчиваем наш эфир Сегодня пятница Прощаемся до понедельника До понедельника Это уже будет почти весна Это уже на 3 минуты День прибудет Почти Новый год До свидания Почти весна На 3 минуты прибудет уже день Будет радостно Спасибо До свидания До понедельника Прощаемся